Рабыня и Заура Анжела Глэл, Леди Франсиско и другие В главных ролях Эдвин Луизи Илус Элия Сантос Режиссер Эрвал Рассано Режиссер Эрвал Рассано Дон Эстер, вы не будете есть пирожное? Возможно, позже, Жануаре. Спасибо, унеси. Ладно Неужели кулинарная книга Я пытаюсь разобрать рецепт Жаркова по-французски, чтобы приготовить его завтра на обед. А рецепт на французском? Да. А как будет жаркое по-французски? Поле. Ясно, звучит изысканно. Этот народ уж точно знает толк в еде Жануаре. Помнишь молочного поросенка, что мы приготовили на прошлой неделе? Рецепт был из этой книги. Крестная попросила добавки, и командор тоже. Вот так. Если ты любишь Дон Эстер, дочка, тебе лучше отправиться в гостиную. Почему? Ей не здоровится? Она даже не съела свое любимое пирожное. Сидит такая грустная. Да как тут не загрустить? Муж даже в воскресенье является на рассвете. Пойду к ней. Мыслями вы где-то далеко. Это верно, дочка. Очень далеко. А можно узнать, о чем вы думаете? У меня от тебя нет секретов, Изаура. Я думаю о Леонсио. Три с половиной года разлуки – это слишком много для матери, любящей своего сына. Даже если это время он посвятил учебе, чтобы стать мужчиной, способным справляться с трудностями, которые сеньора Леонсио наверняка ждут? Хотела бы я так же думать. Но матери больше слушают свое сердце, чем разум. Давайте я вам почитаю. Сейчас. Но вчера вечером вам очень понравилось. А у Мейда может приехать в любую минуту, и чтение придется прервать. Давайте рискнем. Отец Терезы не даст своего согласия, если влюбленные захотят пожениться. Будь добра, Изаура. Начни читать с того места, что и вчера. Я плохо помню, все мысли перепутались. Хорошо. В феврале 1803 года он получил в Намбателе письмо от Терезы. Ах, да, письмо. А в следующей главе рассказывается о том, что заставила дочь Тадео де Альбукерке написать студенту то неожиданное письмо, презрев долг и рискуя своей честью перед Богом и людьми ради любви. Отец Терезы не даст своего согласия, если влюбленные захотят пожениться. Только смотри, не задерживайся. Ну что ты, я вернусь еще до того, как уйдет командор. Приятного вечера. Спасибо. С вашего позволения, командор. До свидания. Папа, я по-настоящему огорчен. Жаль, Эстасию. Да, верно. Кто бы мог подумать. Он почти все потерял из-за этой игры. Забыл про осторожность, командор. А я играю ради удовольствия. И ставлю столько, сколько могу проиграть. Но Эстасия такой обеспеченный человек. И потерял почти все. Даже его рабы завтра попадут на торги. Я собираюсь пойти. Может быть, что-то меня и заинтересует. Хорошие рабы были у Эстасию. Да, неплохая идея. Мне как раз нужно несколько негров на плантацию. Может, отправимся вместе? Мне нужен новый кучер. Теперьшний совсем не жалеет лошадей. Я этого не люблю, командора. А еще моей дочери нужна горничная. Ведь так? Малвина, ты говорила, что она тебе нужна? Верно, папа. Рита должна родить. Вопрос нескольких дней. Рабов моего друга распродадут. По решению суда. Там будет из чего выбрать. Но вы обещали, что завтра мы покатаемся верхом в Тяжуке? Да, в другой раз, дорогая. Я пообещал командору пойти с ним на торги. А почему бы вам не заехать к нам на обед, Малвина? Моя жена давно хочет с вами познакомиться. Отличная мысль. Да, но явиться так вдруг... Я боюсь доставить ей неудобства, командор. Ну что вы, стар обожает общество. Я права, даже не знаю. Значит, договорились. Во сколько торги? В 10 утра. Я заеду за вами в 9.15. Мы оставим Малвину с моей женой и вместе отправимся в суд, чтобы прицениться. А стоит ли возиться с этим пулей в соусе? Вам всегда нравились французские рецепты? Мы разумно ли экспериментировать сегодня, когда у нас гости? Гости? Дочь друга Алмейды. Советника Фонтауры. Человек со связями. Алмейда познакомился с ним недавно. Общие дела. Они вместе отправятся в суд на торги. Алмейда привезет к нам девушку, которая из-за этого осталась бы одна. Если хотите, я попрошу жена Арио приготовить блюда, которые мы уже знаем, чтобы не рисковать. Я хочу посмотреть этот рецепт. Это долго готовить? Я беспокоюсь из-за этого приглашения, папуля. Его сделали от всего сердца Малвина. Да, командор. Но я могу доставить неудобства Доне Эстер. Возможно, ей без меня будет лучше. Если хочешь, мы придумаем, как отказаться, и ты поедешь с нами на торги. Там продают рабов? А почему нет? Их продают, как и другие вещи. Их выставляют, а покупатели торгуются? Конечно, а как иначе? Значит, рабов выставляют, папуля? Да, чтобы мы могли разглядеть. Как товар? Что тебя смущает, мой ангел? Что человека можно купить так, как инструмент для хозяйства. Но они же рабы, дорогая, и также нужны в хозяйстве, как инструменты. Они необходимы в доме, так же, как с картом. Так что, поедешь с нами? Ты сможешь сама подобрать себе горничную. Нет, спасибо, папуля. Не думаю, что эти торги мне понравятся. Перестань. Не понимаю. Чужой жизнью распоряжаются, как будто, я хочу сказать, жизнью рабов. То есть, кто-то может потерять своё имущество, и его рабов продадут с торгов, как вещи, мебель и прочее. Малвина, ты читала газеты? Нет, папуля. А что? Ничего. Ничего. КОНЕЦ Прошу, чувствуйте себя как дома. А еще я свожу вас в наш сад. Вы любите розы? Конечно. Тогда я с удовольствием покажу вам свои. Они моя самая большая гордость. Здесь, в городе, где мне так не хватает деревенского воздуха. Познакомьтесь, это Изаура. Очень приятно. Малвина, дочь друга Алмейды. Я о нем рассказывала. Она поражена вашей красотой, Малвина, и туалетом. А для меня это не сюрприз. Алмейда мне уже вас описывал в прозе и в стихах. Извините. Волнуется. Повариха готовит жаркое для рецепта из французской книги. Специально для нашего обеда. Изаура обожает кухню. Ты должна увидеть ее, жену Арина. Я уже ни на что смотреть не могу. Такая утонченная, просто прелесть. Отстань, боже мой. Посмотри, то ли это пуля, которая заказывала синьора. Проверь, я положила все, что ты просила. Какая красотка, да? Да, почти белая. Если на то пошло, дорогой Алмейд, я видел и побелее. Проделки хозяев. Мне не помешает иметь такое в доме. Но если я появлюсь подобной покупкой, Местер перестанет со мной разговаривать. Смотрите, как он силен. Посмотрим, что про него здесь написано. Номер 12. 12. Билка должна лежать слева от тарелки. И есть надо левой рукой. Четыре. Вот, имя Санта, 21 год, стройная, рост средний, работящая, приучена к домашней работе, неплохо готовит. Прислуживала лично синьоре Сантони Думаура. Похоже, она все умеет. И красавица. Ты умеешь прислуживать? Отвечай, когда к тебе обращаются синьоры. Да, синьор. Я не совсем расслышала. Чем ты занималась в доме Сантони Думаура? Посуду мыла. Многое другое. Прибиралась в доме. Думаю, она станет хорошей горничной для моей дочери, да, командор? Да. Посмотрите, вон на это. Разве он не в отличной форме? Если позволите, дорогой командор, мне кажется, что не стоило разговаривать с девушкой в таком тоне. Вы разве не собираетесь ее купить? Собираюсь. Она пока, мне кажется, самой подходящей. Тогда надо сразу же сбить с нее спесь. Рабы, мой друг, тем лучше работают, чем с ними строже. Им знаком только один язык. Язык силы. А вы играете на каком-нибудь инструменте? К сожалению, нет. Господь наградил меня даром ценить хорошую музыку, но лишил способности ей заниматься. Я пыталась играть на многих инструментах, но все напрасно. Как жаль. Изаура? Малвина только что призналась, что, как и мы, любит музыку. Прошу тебя, сыграй нам что-нибудь. Сейчас? Разумеется. Пожалуйста. Я хотела посмотреть, как там дела на кухне. Мы пока не голодны. Верно, Малвина? Верно. Мне так хочется послушать музыку. Ну же, Изаура, не заставляй себя просить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Странно. Может, я ее чем-то обидела? Ну что вы, нет, дорогая? О чем она говорила, дон Эстер? Что-то о своем происхождении. Я, к сожалению, забыла объяснить вам, на каких правах Изаура живет в этом доме. А разве она не ваша родственница? Не племянница? Нет. Но мы к ней относимся именно так. И мне, признаться, даже приятно, что вы сразу не поняли. Но Изаура – наша рабыня. Рабыня? Этот мужчина, мне кажется, достаточно сильным, чтобы работать у вас. Да, возможно. Хочу посмотреть его зубы. Крепкие зубы – знак хорошего здоровья. Печальное зрелище. Сплошные гнилые. Стасию, видимо, совсем обнищал, если довел свое имущество до такого состояния. Я хочу смерть ночи, на токая мне мотать. Я хочу смерть ночи, если ты, негра, мне дышать. Видать негра – это сложно, это сложно, чтобы... Видать негра... Белая? Почти такая же белая, как мы с тобой. Хотя, если знать, то можно разглядеть, что в ней течет африканская кровь. По словам Дона Эстер, ее мать была светлой мулаткой, а отец – португальцем. Все понятно. Дочь рабыни – тоже рабыня. Но, Энрике, ты даже представить не можешь. У нее правильные мягкие черты лица и даже волосы. Волосы у нее, как у белой. Хотя она была одета в скромное платье, но и оно прекрасно подчеркивало ее фигуру, ее стройность и тонкую талию. Единственное украшение – постоянный крестик на шее, на черной тесьме. Ты говоришь о ней, как о богине? Уверена, что если бы ты ее увидел, то был бы очарован не меньше моего. Ты разожгла мое любопытство. Полагаю, что любой юноша твоего круга мог бы оказаться у ее ног. Такая она красивая. А какая музыкальная. Только ангел может так играть на пианино. Я попрошу папу, чтобы он свозил меня к своему другу, чтобы я тоже мог с ней познакомиться. Белая рабыня, наделенная такой внешностью, играющая на пианино, да еще и говорящая по-французски. Это грех, что такую девушку, как Изаура, обладающая столькими достоинствами, держит в доме в качестве рабыни. Энрике, а разве рабу нельзя дать свободу? Можно. Достаточно выдать ему вольную. Тогда я не понимаю. Не понимаю, почему Донна Эстер, которая дала Изаури достойное воспитание, допускает, чтобы она оставалась рабыней. Это ее дело, и мы не должны вмешиваться. Добрый день, дети. А вот и горничная, как и обещал. Я купил ее на торгах. Хотя пришлось раскошелиться. Выложил две тысячи реалов. Как тебя зовут? Санта. Пусть поедят прямо здесь, но сначала мыться, разумеется. Приготовь что-нибудь сытное, Жануаре. Насколько я понял, прежний хозяин не очень хорошо их кормил. А мне нужно, чтобы мое имущество было в порядке. Завтра же я отправлю их на Фазенду. Они должны быть в форме, чтобы работать на плантации. Да, сеньор. Завтра, сходи, посмотри. Эстер уже закончила пить свой чай? Не волнуйся, у них нет ни пороков, ни болезней. Как пахнет? Иди, 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 иди скорее мыться. Послушай, это там. А эта девушка, она дочка командора? Изаура? Бедняжка. Такая же раба, как мы с тобой. Раба? Да. Ты вечером снова уйдешь, Алмейда? Я играю в доме Вентуры. Только не слишком рискуй. Занимайся домом, а я позабочусь о делах, Эстер. Изаура? Да, грезная? Может, продолжим чтение нашего романа? Конечно. Как же грустно, Изаура. Скорей бы, сын вернулся из Европы, чтобы быть рядом со мной. Слава Богу, что хоть ты скрашиваешь мое одиночество. Значит, так твой друг обращается со своими рабами? Его уже не справится, Мрике. Ты им знакомишь язык силы. Забавно. А я, наоборот, очень мягок. Да, похоже, у этого командора есть и другие пороки. Я видел его в таких заведениях, где в основном бывают молодые люди. Но женатый человек. Я думаю, о его бедной жене. Думаю, она несчастна. Вот, принесли письмо. Спасибо, Анна. Это для дома Эстер? Это Господь. Господь услышал мои молитвы. О чем вы говорите? Это Господь, Изаура. Что в письме? Мой сын. Мой Леонсио возвращается из Парижа. Тут и число 18-го. Это же послезавтра Изаура. Мой Леонсио, мой сынок возвращается. Надеюсь, он остепенился. Не говори так о нашем сыне. Как по-твоему, почему он уехал из Парижа? Соскучился по родине. И по нас тоже. Соскучился, дорогая. Он едет, потому что все истратил. Она так рада, Женуария. Бедняжка. Что, почему? Ведь ее сын возвращается. Это полная иллюзия. А сеньора Леонсио просто ничтожество. Правда, он может стал другим, но тот, кого я помню, просто ужасен. Не говори так, Женуария. Люди меняются. Меняются, меняются. Горбатого могилы исправят милые. Изаура. А кто же еще? Тебе известно, что я растила ее, как собственную дочь. Если придут гости, хорошо. Но Леонсио, что плохого в том, что Изаура живет у нас? Почему приезд Леонсио должен настолько поменять наш уклад? Я уже сыт твоими выходками. Ты воспитала эту рабыню, как принцессу. Обучила ее чтению, иностранным языкам, музыке. Я долго терпел ее за нашим столом. Но с приездом Леонсио все изменится. Изаура не может жить так, как будто она член семьи. Алмейда, ты же знаешь, что я и люблю эту девушку, как дочь. Меня не волнует, как ты любишь Изауру. Все имеет свои границы. Речь идет о рабыне, Эстер. Такой же, как самые упогие негры из грязной хижины. С того самого момента, как сюда приедет Леонсио, Изаура будет есть на кухне с другими рабами. Композитор Жоао Мелью. Оператор Милтон Валенью. Гравюры Дебрета, предоставленные фондом Каштру Майя. Производство Глоба ТВ Интернешнл. На русский язык фильм озвучен по заказу ТНТ в 2005 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok